Всем привет, ребят! С вами Врумикс, и в этом выпуске мы посмотрим все кадры о том трагичном злосчастом дне 1 апреля, в котором Эдвард Билл успел совершить очень много интересных событий, которые сейчас мы будем рассматривать. В этом видео я скомпоновал все кадры из этого ДТП, вот мы их посмотрим, также там будет короткое видео допроса Эдуарда непосредственно в Следственном комитете, все мы это посмотрим, но с трех разных точек зрения. Первая точка зрения, это хейт, да я просто разъебываю этого, сука, говнюка, который не творил столько бед и билеты, пиздец, бисит, выводит, нахуй. Вторая, я фанат, и я никогда, никому, ни за что, ни Адам Эда, Эд, это мой брат, я за него до последнего, вы верите мне? Будем смотреть, что там, сука, накопали. И третье, это скептик, слушайте, я буду максимально холодно, с ясным умом, и попытаюсь разобраться в этой ситуации. Давайте смотреть, так, синяя удюха, пока что, пока что все нормально, хотя, ну и поворотник врубают, или нет? Нет, поворотника нету, почему нельзя включить поворотик, ну ты же поворачиваешь, блин, вот уже косяк, все включают, ты не включаешь, а это странно. Ну, и дистанцию, ты не соблюдаешь, и ты просто не включаешь поворотик, блин, да почему, почему Эдвард, разве трудно включить поворотик? Так, что у нас дальше? Все движутся в потоке более-менее по правилам. По крайней мере, автор этого визуа движется правильно. Но впереди машины поворачивают, показывают поворотники, мы видим, что тут не нарушаются правила так жестко, как это могло быть. Но наш герой всех переворщил. Так. Я пока ничего не вижу. А, аварию уже столкнулась, вот смотрите, вот налево, залипнете налево, короче, вы это увидите, вот слева прямо, если он сейчас будет проезжать, он все увидит, он уже люди начали подвигать. Эдуард, наверное, уже пересел на другое место, но что поделать? Каждый хочет выйти сухим из воды. Ну, вы знаете, сухим из воды выходят только из старушек, если вы понимаете, о чем я говорю. Такс. Ну, проезжай вперед, не задерживай движение, пожалуйста, проезжай вперед. Вот, смотрите. Офигеть просто. Ну, Мурн, Эдуард вылез и по-быстенькому пересел. Как говорится, переобуски. Переобусок хорош. Молодец, парень. Уважаю. За стремление избежать наказания. Ну, правосудие насягать всех, как ни странно. Так, двигаемся, двигаемся, двигаемся дальше. Так, здесь нихрена не видно. Ну, что это за съемка? Тут непонятно. Тут ничего не видно. И где тут Эдвард? Да вообще не его машина. Слушайте, и там был другой человек. Вообще, вы можете нормальные кадры показать? Я здесь ничего не вижу. Ну, что? Куда она врезалась? А где это происходит? Это может не в России вообще? Чего у меня лапшу вешается на уши? Я в это не верю. Это чушь какая-то. Дичь. Так, ну и что здесь? Ну, вот я тут машину разную. Ну, вот столкнулась синяя с черной. И где это происходит? Вот белая еще врезалась. Дальше что? Блин, ребят, честно, я не верю в это. Ну, и что здесь? Ну, авария. Так, а где эта авария? Может, это вообще в другом городе? Где она произошла? Вот я, честно, не знаю. Здесь не написано ни города, ничего. Что, что? Что вы мне показываете? Ну, и что здесь? Просто авария. Я еще раз повторяю. Эдфорд Билд ни в чем не виноват. Вы врубаетесь? Его там не было. Он же сказал, что его там не было. Он не участвовал. Он сидел на заднем сиденье. Вот. Ну что вы, показывайте раскореженную машину. Во-первых, купите вначале эту машину. Потом, когда будете на ней ездить, можете что-то говорить. Тут наш... О, знакомая рожа. Че, а? Че, блядь? Че, блядь? Ну, ну... Ну, YouTube-блогер, ты блогер. Тихо, йогер-то, блядь, не блогер. Что? Говори, я твои дети. Ну, что ты показываешь? Пробежок и свои дегеративности. Иди нахуй. Сам эксперимент. Тут исключительно, ё-блогер, кошка, решили. К нормальному подошел бы тебе опять быстренько. Че, банан, как бы дам башку твою дурдую. Выехали на мостынули. Сука, бесит просто. Вы, были ли за рулем? Что ты не разбираешься? Вопрос был, был ты за рулем или нет? Ну, сука, чёрт, просто. Ну, за эту чепушину что-то смотреть, что ли? Ребят, можете нормально что-то включить? Вот нахрен чепушню вот это показывать? Есть же что-то интересное? Ну, сидит он. Да, допрашивают придурка этого космополитовского. И что дальше? Ничего ж интересного нету. Что там происходит? Ну, почему звука нет? Врубайте звук, давайте послушаем, что он там базарит. Или он деньги кому-то даёт. Конечно, сука, такую тачку схуярил. Блин, дурачок просто. У человека вообще в голове ничего нет. Ну, просто веселушки. А вы, сука, смотрите на это говно. Масло, солярка вылилось. Блин, я бы там хоть, знаете, на металл что-нибудь взял. Мне вот пару датчиков надо, потому что продал. Вот эту тачку, слушайте, вы вещи, вы соберите вот эти детали запцацки и продадите. Нормальную квартиру себе купите. Сука, чмо. Просто подогубляет вся тачка, гоняет потом по городу. Идиоты. Людей корёжу только. А вы-то смотрите, улыбаетесь. Да делать вам больше некуда. На завод лучше идите, поработайте. Людьми хоть встанете. Так. Это вид сверху. Вот, смотрите, едет тенья машина. Обращайте внимание на ползунок. Вот, ползунок сопровождает автомобиль, в котором передвигается этот. Вот, вы видите, да? Он агрессивно едет. То есть он нарушает правила, он когда перестраивается, они включают поворотник. Нарушает скоростной режим. Судя по потоку движения, он даже не в потоке. То есть он ездит намного быстрее потока. Вот, видите? И вот там дальше. Присмотритесь внимательно. Видите, он выезжает на встречку. Никто его не подрезает. Он просто идет на обгон и не замечает того, что там есть... Вот, да, да, да. Это ограждение. Он прямо в него вписывается и проезжает чуть дальше. И фигачивается в машину. Вот что, в принципе, требует доказать. Он не то, чтобы его тут подрезан. Он просто шел на обгон и не учел, что там есть ограждение, в которое он вписался. И продолжил движение. Вот, посмотрите, как все раскорежено. Так, эти кадры еще можно вам показывать? ДПС-точки разбираются. Но, конечно, тут все ужасно и плохо, ребят. Соблюдайте право дорожное движение. Останетесь живы, целы. А самое главное, по крайней мере, других людей не побеспокоиться. Ведь у каждого из нас есть своя семья. И его семья будет за вас переживать. Не стоит об этом забывать, ребят. Вот. И это видео, эта ситуация, это показатель того, как правильно надо ездить за рулем. И к чему приводит неправильное поведение на дороге. Ну что, ребят, я только что вам показал подборочку. Как вам она? Если зацепила, пиши коммент. Если нет, тоже не забывай об этом подписаться. Вот. В этом видосе я решил показать три разные точки зрения. Вот прям фанат, который одержим звездой, да, вот этим блогером. Вот идет за ним, слепо верит ему, да. И до последней капли крови будет за него топить. Потом хейтер. Человек, который его ненавидит и всячески пытается его засрать. Это не объективный засорок, но при этом это имеет место быть и это есть. И третий, это скептик. Человек абсолютно равнодушен к предмету изучения. Он смотрит объективно, с холодной головой. И дает более-менее здравую оценку происходящим. Если вам это все понравилось, на лайк, вы знаете, где ставить. Подписочка, вы знаете, где находится. С вами был Грумикс, я вас обнимаю, до свидания.